Просьбой помочь получить технические условия на водоснабжение к главе курорта обратилась Евгения Казьминых. Руководитель водоканала объясняет, в районе, где живет заявительница, требуется замена водовода. Это работа в числе плановых. В этой ситуации нужен индивидуальный подход, считает Сергей Павлович. Женщина воспитывает ребенка-инвалида, и это обстоятельство нельзя не принимать во внимание. Кто-нибудь рассчитал, сколько необходимо средств, сколько людей вообще нуждаются сегодня в получении технических условий, а в натуре вообще воды, в этом ДНД. Кто-нибудь посчитал из вас, нет? Нет, не считали. Ну а почему? У нас есть отказы все. В 2018 году у нас заработает инвестиционная программа. И в 2018 году мы будем выдавать людям техусловие за тариф на подключение. Значит, давайте. У человека есть исключительный случай, да? Я понял. Будем считать его исключением? Потому что не дай Бог нам оказаться в такой ситуации. Согласен. Поэтому, если ты согласен, поэтому бери человека и решайте вопрос. Жилой дом или гостиница на приеме у главы участники соседского спора. Возведенное ими в 2003 году строение стало предметом раздора жильцов дома на Пионерском проспекте 85. Вот это общий двор, общий земельный участок, на котором разделены земельные участки между жильцами многоквартирного дома. То есть у каждого жильца есть свой определенно выделенный земельный участок. Вот это вот земельный участок квартиры номер 6. Здесь квартира номер 1-2. Посередине это общий земельный участок. То есть в таком состоянии у нас весь двор находится. И также остальные земельные участки. Да, мы у нас на своем земельном участке построили дом с разрешения главы администрации в 2003 году согласно постановлению главы администрации. То есть наш земельный участок мы облагоустроили. Заявители утверждают, требование снести жилое строение незаконно. Просим о содействии к регулированию спора нашего и выездить комиссионным непосредственно в этот двор, чтобы убедиться, в каком он состоянии находится. Второе обращение у нас – разделить земельный участок на два отдельных строения. Это делает, когда строят жилье. Это же не наше разрешение администрации города. Давайте так. Делить можно при наличии судного права без всякого разрешения. При наличии права. Я рассматриваю вопрос. Второй вопрос услышал. О разделе земельного участка. Разрешить имущественный спор может только суд. Администрация изучит вопрос в рамках определенных законополномочий. Обращение Светланы Мычко касается устройства дочери в детский сад на полный день. Поручение главы рассмотреть такую возможность адресовано Управлению образования.